Вот у нас была одна вышка. Опять поставить вторую вышку. Рядом тут школа 22-я. И тут оживленное место. Вот дом. Здесь рядом дом. Это все равно дает облучение. Почему тут ставить? И для чего это надо? А нужна вторая 30-метровая вышка для сотовой связи. Теперь в этом районе телефон будет ловить лучше. Только и раньше на связь жители Менделеева не жаловались. Зато теперь стали жаловаться на здоровье. Когда вторую вышку поставили, у меня приемник на подоконнике стоит постоянно включенный. Он начал дать помеху. И я по себе чувствую, что какие-то сердцевины учащенные. Всему виной излучение от сотовой мачты, считает Сыкина Назипова. Старшая по дому Менделеева, 17, постоянно слышит недовольство людей. Разрешение на установку второй вышки у них не спрашивали. А ведь рядом несколько многоэтажек, школа и детская площадка. Закон или поставили конструкцию, мы спросили у начальника Роспотребнадзора. Разрабатывается проект размещения с учетом мощности, с учетом дислокации, с учетом лучей вот этих вот диапазона. И выдается соответствующее экспертное заключение. Центром гигиены и эпидемиологии, который изучает данные документы и выдает положительность только при условии выполнения безопасности для населения. Выяснили, у подрядчика есть все документы. Возведение антенны под контролем надзорного органа. К сожалению, закон не регламентирует, сколько должно быть метров от вышки до жилых домов. Мы выяснили сами. Безопасное расстояние начинается с 70 метров. Специалисты говорят, что сотовый телефон в кармане приносит больше вреда, чем вышка. Но если вы считаете, что излучение доходит до вашей квартиры, то можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Работники приедут и сделают замеры. В Нижнекамске больше 200 базовых станций сотовой связи. И это не только стационарные мачты. Антенны также устанавливают на крышах домов и офисных зданий. Обычно новые вышки появляются там, где больше жалоб на плохую связь. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, Новости НТР.